Приветствую вас, давайте мы с вами будем разбираться сейчас в том, что вы написали. Значит, первое, с чего бы мне хотелось начать, это, пожалуй, с вашего запроса. То есть, вот, примечательно, что вы понимаете, что вам нужен именно курс консультаций, да, то есть, ну, периодическое консультирование для того, чтобы разбираться со своей проблемой. Вы понимаете, что ваша проблема, она в детстве. Все это вы понимаете. Но, при этом, вы говорите, главная цель моего письма, я хочу найти специалиста и приступить к курсу консультации. Пора мне разбирать эту историю. Да, все действительно так, историю разбирать пора. Но, то, что вы хотите найти специалиста, вызывает у меня некоторые сомнения. То есть, если вы пронесчательны, достаточно для того, чтобы понимать, что за один ответ вам не помочь, ну, фактически, то вы, наверное, также понимаете и то, что... Найти специалиста по ответу на ваш вопрос будет довольно сложно. Понимаете, какой-то специалист даст вам ответ, который вам там раз понравится, который будет вам приятен, который будет вам понятен и так далее. Какой-то нет. Понимаете? Вы можете выбирать. И вы можете выбирать. То есть, то, что вы делаете сейчас, по отношению к нам, к психологам, это вы устанавливаете некий соревновательный элемент. То есть вам нужно выбрать кого-то, и вы стимулируете психологов на то, чтобы они старались, чтобы выбрали именно их. Ну, потому что это и лучший ответ на вопрос, это и дальнейшая консультация, консультирование вас в Новый год. То есть вы автоматически, или осознанно, или нет, подогреваете интерес к тому, чтобы вам отвечать. Чтобы как можно больше людей вам отвечало, вот, и чтобы как можно из большего количества людей вы могли выбирать. При этом вы ориентируетесь на то, что вам нравится, вы будете ориентироваться на то, что вас устраивает, а не на то, что эффективнее. Поэтому, если вы хотите найти специалиста, то вам, ну, как минимум, наверное, стоило бы, начиная с топ 10 специалистов, либо сверху, либо снизу топ 10 идти и смотреть просто на отзывы, на то, как человек работает, на его ответы. И так вы могли бы найти специалиста. Можно ли, да можно ли найти специалиста вот так устраивать такое своего рода аукцион и соревнования? По моему мнению, нет. Хотя бы потому, что специалисты сами, будучи заинтересованными в том, чтобы вы выбрали их, будут отвечать не совсем объективно, не совсем корректно. Конечно, есть такие, кто не поддастся соблазну, но есть те, кто могут поддаться. И вот та игра, в которую вы играете сейчас, это игра, в основе которой лежит потребность во внимании. Это, может быть, это скрытая игра, поделитесь, или, может быть, это скрытая игра, докажи мне, или, может быть, это другая игра, я докажу вам, что вы все плохие и так далее, хоть вы, может быть, и не считаете так, я не знаю. Но то, что это идет подсознательная игра, это очевидно. Это очевидно. И также очевидно то, что в основе этой игры лежит ваше потребность во внимании, которое, конечно же, связано с тем, что вы себя не любите. Я полагаю, что для вас это не новость, но вот подобная цепочка, да, подобное влияние на ваше поведение, на ваше отношение к другим специалистам, да, к людям, мне кажется, ну, стоило бы осветить. Вот. Ну, просто потому, что это важно. Вы можете не согласиться со мной и сказать, что нет, я не играю, это я просто вот так ищу. Возможно. Возможно, вы так считаете, но, смотрите, есть несколько факторов. Первое, это то, что вы обладаете какими-то познаниями в области психологии, то есть у вас есть, например, термин невротический, да, то есть вы знаете, что такое невроз, что такое невротик, кто такой невротик. Вы используете эти слова, что уже говорит о, знаете, как сказать, подмене понятий, то есть за словами, да, вот за словами, такими как невротик, классическая история, кроются ваши эмоции, кроются ваши чувства. Одно дело, когда термины используют, ну, на профессиональных конференциях, да, где люди встречаются специально для того, чтобы обсудить, ну, рабочие моменты. Или в научной деятельности, где теория как бы высказывается какая-либо, это одно. И совсем другое, это когда вы, описывая, в общем-то, свою проблему, говорите классическая история, то есть как бы тем самым, тем самым обесценивая себя. Вот. И другое дело, когда вы говорите, там, невротическое что-то, то есть, ну, так же, может быть, не обесценивая уже, но, тем не менее, все равно за этими словами, за ними, да, ну, вполне может что-то прятаться за этими словами, вполне может что-то стоять, да. То есть мне бы хотелось, чтобы вы именно своими словами называли вещи. Мне бы хотелось, чтобы вы именно, именно своими словами говорили о том, что, ну, вот, что вас беспокоит, о том, что, по вашему мнению, удивляет проблемой, и не использовали таких слов, как невротические и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Почему? Почему? Потому что это не является, ну, не является истинным понятием. Это является, скорее, понятием навязанным, а значит, не отражает реальное положение вещей. Вот. Это второй момент, который я хотел вам, ну, на который я хотел указать. Дальше вы пишете. Вопрос, значит, о моей зависимости от невзаимного. Так начинается ваше сообщение, так начинается ваш вопрос. Я понимаю, что вы хотели этим сказать. Я понимаю и смысл, я понимаю и то, что за этим стоит сразу. Да? Что это, как бы, понятно. Но, вопрос у меня к вам. Когда вы писали зависимость от невзаимного, что вы имели в виду, вот, вы сами? От невзаимного чего? От невзаимного кого? Это вот, знаете, ощущение от такой обрывистости немного здесь, вот, имеется, имеется. Как это мне видится, по крайней мере. Есть вот такое ощущение, как будто вы что-то не дописали, не договорили, оборвали себя. Потому что, ну, логично, логично, да, наверное, что, если есть прилагательное, если есть прилагательное, то, наверное, есть и существительное, которое относится к прилагательному. В данном случае прилагательное не является именем существительным. То есть, значит, зависимость от невзаимного. От невзаимного чувства, от невзаимного, там, чего-то еще, понимаете? Либо, вы имеете в виду, что зависимость от невзаимного вообще отношения. Но, опять же, это нужно высказать. Подобные обороты речи для людей, которые не знают вас, которые не знакомы с вами, могут быть, ну, препятствия для понимания, для понимания, ну, между вами. Поэтому, на мой взгляд, вам, ну, вот, здесь все-таки рекомендуется, ну, мне бы хотелось, чтобы вы попробовали проанализировать, вот, почему вы написали именно так. При том, что ваш вопрос ориентируется на, ну, на других людей, да, на какую-то аудиторию, и вы, соответственно, стремитесь к максимальной точности, к максимальному уровню ясности и так далее. Дальше идем, значит, так, мой возраст 28 лет и ситуация такова. Интересно же, что здесь вы упоминаете свой возраст, то есть, вы, очевидно, считаете, что возраст, это важно. Вы уделяете, может быть, достаточно внимания возрасту, вы, может быть, считаете, что возраст у вас уже, вероятно, слишком, ну, может быть, слишком большой, может быть, как бы, что-то связано с возрастом. Но, тем не менее, первое, что вы написали, это ваш возраст, значит, возраст имеет значение здесь. Вопрос заключается в том, что именно за значение он имеет, какое имеет значение для вашего возраста. То есть, вот, во всей этой ситуации, в которой вы описываете, какое место занимает возраст. Я полагаю, что это также очень важный момент. Потому что, ну, поверьте, опыт моему, например, люди далеко не всегда говорят о своем возрасте, и если они о нем говорят, значит, у них есть для этого причины. Равно как есть причины не говорить о своем возрасте. Вот. Где-то год назад мне понравился молодой человек, и я познакомился с ним сама. Ну, хорошо. Смотрите. Вам понравился молодой человек. Чем он вам понравился? То есть, вы вот не пишете этого. Вам понравился молодой человек, но чем он понравился? Да. Что в нем, по вашему мнению, именно по вашему мнению, такого было, что вы сами с ним познакомились? Я полагаю, что наверняка что-то было. Наверняка он вам чем-то приглянулся. Вопрос заключается в том, с чем. Вы пишете даже с такого-то недоступный, что это недоступность меня привлекает. Нет. Недоступность, это уже, это уже вторично. Потому что вы не знаете, доступен он или недоступен для вас. Пока вы с ним не пообщаетесь, не повзаимодействуете, вы не можете это вот, значит, доступен он или нет для вас. Поэтому, соответственно, здесь важный момент именно такой. Значит, если вы говорите, если вы говорите, что, значит, вам молодой человек понравился, то нужно, чтобы вы сказали, именно чем он понравился вам. То есть, что нас привлекло. Настолько, что вы, вот, собственно, решили познакомиться с ним самостоятельно. Далее, оба люди творческие и в итоге общение было только по делу и касательно сопрудничества. Ну, если я правильно вас сейчас понял, то ваше общение и сопрудничество связано с тем, что вы вместе работаете. Поправьте меня, если я здесь ошибаюсь. Если вы действительно познакомились с молодым человеком на работе, если вы действительно познакомились с молодым человеком, когда вы осуществляете свою трудовую деятельность, то у меня здесь, пожалуй, только один вопрос. Вы считаете нормальным то, что вы знакомитесь с людьми на работе? Вы считаете нормальным, что вы знакомитесь с молодыми людьми, которые вам потенциально нравятся? А в таких местах, где, в общем-то, есть очень много сдерживающих факторов, такие как, например, извлечение выгоды и, собственно говоря, прочие служебные моменты. Да, опять же, вы говорите, что я боюсь близости. Это понятно. Но, тем не менее, то, что вы боитесь близости, это проблема, скорее, глубинная. Её ещё нужно, ну, обречь. Её ещё нужно идентифицировать. То, что вы знакомитесь, например, с мужчинами на работе или между вами возможно сотрудничество. Это просто происходит здесь и сейчас. Понимаете? И это важно. Именно, опять же, для вас. Дальше идём. Так, оба люди творческие. Ну, вот, вы знаете, у творчества есть очень такой важный момент, да? Что либо творчество — это свобода, то есть свободная, ну, свободная, например, интерпретация, свободное выражение своих эмоций, своих импульсов, да? И так далее. Либо, либо. Либо. Это сублимация. Понимаете? Вот. И вот как-то что-то подсказывает мне, что у вас творчество — это скорее сублимация. То есть выражение непрямой энергии, то есть прямого стремления к творчеству у вас изначально не было. Но из-за того, что вы довольно зажатый человек, вы, собственно говоря, вынуждены заниматься творчеством. Вот. Я не берусь, ещё раз повторяю, утверждать сейчас это на сто процентов. Не берусь, потому что, ну, как бы это нужно выяснять. Но пока это так. И теперь представьте себе, просто представьте себе, что есть вы человек творческий, но который подошёл к творчеству через определённые сложности в своей жизни, и есть другой человек, для которого творчество — это проявление свободы. Например, ваш молодой человек, который вам понравился. И, наверное, не сложно догадаться, что, собственно говоря, происходит. Не сложно догадаться, какая между вами разница. И не сложно догадаться, какая именно проблема между вами состоит. Дальше. Могу точно сказать, что встречных чувств у него нет. Я это понимаю. Инициативы к встречам не проявляют, хотя при встрече часто делают комплименты, но не более того. Но ни в нём проблема во мне, и дело вот в чём. Так. Могу точно сказать, что встречных чувств у него нет. Знаете, я пока не знаю точно, но есть здесь какая-то неправильность. Есть здесь что-то неправильное в том, что вы говорите. Вот есть здесь что-то неправильное. Может быть неправильное в том, что вы как бы хотите от него встречных чувств. Может быть неправильное в том, что вы не сближаетесь с ним достаточно сильно. Например, из-за того, что боитесь. Но при этом ожидаете, что у него будут какие-то чувства к вам. Может быть дело в этом. Так сказать надо. На самом деле сложно. Но однозначно могу сказать, что чтобы чувства появились, нужны определённые условия для этого. То есть чувства у некоторых людей, особенно у тех, кому хорошо за 25, хорошо за 25. А то и знаете, и за все 30, я не знаю сколько лет вашему мужчине. Так вот, таким людям, ну мягче говоря, сложно испытывать чувства сразу. Они к этому не способны. Они может быть и рады бы, да, но они не могут никак. Вот. Поэтому очевидно, на мой взгляд, здесь, что важно, чтобы были условия. Вопрос в том, понимаете ли вы, какие условия нужны мужчине. И создаёте ли вы их. Активно ли вы в этом участвуете. Я сейчас говорю не о том, чтобы его добиваться. Я сейчас говорю именно о создании условий для того, чтобы у мужчины могли возникнуть встречные чувства к вам. Чтобы он увидел вас под тем углом, под каким вы, вероятно, хотели бы, чтобы он вас увидел. И это мы не касаемся ещё женской модели поведения. Дальше. Не в нём проблема. Проблема во мне. То есть, выражаясь таким очень простым языком, на мой взгляд, можно сказать, что вы не в порядке, а другие люди в порядке. У вас проблема. Ну, начиная с того, что вы недостаточно женственна, что вы недостаточно привлекательна, что вы боитесь близости и так далее. И заканчивая тем, что вы просто считаете, что вы, ну, скажем так, более проблемный человек, да, чем, например, другие. Вот. То есть, понимаете, здесь какая штука? Вы считаете, что изначально у вас проблема. Но ведь на самом деле, можно сказать, и довольно легко можно сказать, что и у мужчины тоже может быть проблема. Потому что, ну, как бы он вам комплименты делает, делает, он с вами встречается, встречается, но при этом он не проявляет к вам чувства. А вдруг он тоже боится близости? Понимаете? Вот. То есть, опять же, опять же, я отдаю себе отсчет в том, что вы говорите, может быть, совсем о другом. Вы говорите, может быть, о том, например, что у вас вот есть такие проблемы, такие моменты, которые вы хотите себе поменять. Это я понимаю. Но я также обращаю ваше внимание на то, на то, что если вы позиционируете себя, да, если вы позиционируете себя, да, как человека, у которого не все в порядке, да, если вы изначально позиционируете, что вы как бы хуже других людей, то проблем построения отношений будет, ну, гораздо больше. То есть, это своего рода такая экзистенциальная позиция. Один из первых моментов, которые мне кажется, нужно с вами разбираться. Если мы хотим, ну, вам помочь. Вот. Я не говорю этого делать обязательно со мной, я просто говорю о том, что нужно разбирать. Вот. Дальше. Я уже год думаю о нем и понимаю, что это ненормально, это просто зависимость. Ну, хорошо. Думайте о нем. Как вы о нем думаете? В каком ключе, грубо говоря, вы о нем думаете? То есть, ну, если вы о нем думаете, то, наверное, вы его как-то представляете. Думаете ли вы о нем как о, например, своем партнере по семейным, так сказать, ну, по семейной реализации? То есть, думаете ли вы о нем как о духовном каком-то, значит, значит, спутнике, советнике, там, и так далее. Или вы думаете о нем, например, чисто в сексуальном плане? Понимаете? Какая история? То есть, нужно увидеть вам, в каком аспекте вы о нем думаете сперва, чтобы понимать, зависимость это или нет. Я не знаю, как вы о нем думаете. И пока я не знаю, как вы о нем думаете, в каком ключе вы о нем думаете. Я не могу сказать, что это зависит. Может быть, мужчина напоминает вам о том, что, ну, что нужно сделать. Может быть, мужчина напоминает вам о том, что, ну, допустим, допустим, что жизнь идет. И что, ну, например, например, да, еще раз повторю, например, нужно, там, не тратить время и нужно, там, уже, как бы, личную жизнь налаживать, да, нюс создавать, если вы этого хотите и так далее. И в этом контексте, если вы о нем думаете, в этом аспекте, если вы о нем думаете, нет ничего плохого в том, что вы о нем думаете, независимо от этого совсем. Но вопрос в том, вопрос в том, хотите ли вы, готовы ли вы это принять или нет. Понимаете, в чем дело. Так что, прежде чем говорить о зависимости, давайте мы прямо подумаем, в каком ключе вы о нем думаете. Дальше, значит, потому что, хоть он и нравится мне, мне внешне, но четко вижу в моих чувствах параллель с отношениями в семье с моими родителями. С детства от родителей пыталась заслужить любовь, тепло и внимание. И уже неоднократно влюблялась больше всего именно в недоступных парней, у которых встречных чувств нет. Смотрите, если вы, значит, как вы говорите, пыталась, если вы пытались заслужить любовь, да, то получается, получается, что родители ваши по некой причине, считают любовь чем-то, ну, скажем так, чем-то условным, да. То есть, грубо говоря, если ты будешь делать что-то, то тебе будет любовь, да. Если ты не будешь чего-то делать, то, соответственно, никакой любви не будет. То есть, любовь, она условна для ваших родителей. Вот в этом заключается ключевой-ключевой момент. Вы сами так же считаете. Вы сами так же считаете, что ключевой момент в любви – это условность. Ну, как это видится мне. И поэтому пытаетесь ее заслужить. Соответственно, чтобы сделать так, значит, ну, чтобы вы смогли выстраивать отношения адекватные и с родителями, и, значит, со своими мужчинами и так далее, нужно в первую очередь любить безусловно. Понимаете? Нужно в первую очередь любить безусловно. Чтобы любить безусловно, нужно перестать любовь, как бы пытаться заслужить, чтобы перестать пытаться заслужить любовь, нужно вернуться в то время, когда вы решили это делать и изменить свое поведение и свое решение. Для этого есть методы, для этого есть способы. Вот. Но, я хочу сказать такую важную вещь, что иногда, иногда делать это необязательно, да, то есть бывает, когда со мной достаточно просто, ну, поговорить с человеком. Достаточно просто понять какие-то вещи, да, то есть, например, вас, вот, родители вам любви безусловно не давали, да, и, соответственно, раз они безусловно любви вам не давали, то получается, что они, ну, не любили вас на должном уровне. Возникает вопрос, а могли ли любить? То есть вы-то посчитали, что вам нужно заслужить их любовь и тогда они будут любить вас? А они, может быть, любить вас вообще-то и не могли, может быть, у них не было ресурсов для того, чтобы вас любить. Понимаете? Какая история? И это важный момент. То есть насколько вы считаете, родители могли вас любить? Насколько вы считаете, что дело важное, что именно вы не заслужили любви? И, значит, соотношение этих двух факторов. Это важно, если мы хотим, опять же повторю, совсем разобраться. То есть необязательно обращаться к довольно глубинным пластам вашего подсознания, необязательно. Но, тем не менее, если потребуется, то можно сделать и так. То есть есть когнитивный аспект, аспект познания, есть, значит, так скажем, смысловой аспект, аспект смысла. И есть аспект, значит, ну, скажем так, психоаналитический, психоаналитический, да, бессознательный. То есть тут, опять же, вопрос в том, что вам больше подходит. Что вам больше подходит? Если вы человек творческий, я полагаю, что подойдет больше работа с образами, с чувствами и так далее. Вот. Но это уже, опять же, на мой взгляд, вопрос индивидуальной работы. Но забавно, что вы сами проводите параллель с отношениями в семье. Как будто у вас уже есть опыт работы с психологом. Так, значит, так, я влюблялась больше всего именно в недоступных парней, у которых встречных чувств не было. Хорошо. Если вы влюблялись в недоступных парней больше всего, то меньше всего вы влюблялись в парней доступных, но вы в них все-таки влюблялись. Такой вывод, по крайней мере, сделал я, опираясь на то, что вы говорите. И если я прав, то у этого есть определенная закономерность. Например, почему вы влюблялись именно все же и в доступных парней? Помимо того, что были и недоступные. Да, недоступных больше, но доступные тоже есть. Вопрос, который здесь можно и нужно задать, вопрос такой, были ли у вас доступные ребята? И если были, то, соответственно, как развивались отношения именно с ними? Они ведь тоже заканчивались. Но у окончания этих отношений были свои причины. Также, если вы влюблялись в тех, кто недоступен, то отношения заканчивались и с ними. Я полагаю, что это очевидно. И значит, у этого, у того, что отношения заканчивались и с ними, с теми, кто был недоступен, тоже есть причины. И это не позволяет говорить нам именно о зависимости. Потому-то, если бы у вас была зависимость от кого-то, то вы бы до сих пор об этом человеке думали. Вы бы до сих пор страдали бы, ну, как бы, из-за него. Вы не страдаете. И, исходя из этого, я делаю вывод, что в какой-то момент вы прекращаете общаться с людьми, ну, с человеком. И идете дальше. То есть, вероятно, сперва вы его идеализируете. После наступает некая деидеализация. И, соответственно, вы можете идти дальше. Это хороший признак. Это позволяет говорить о том, что, может быть, может быть, именно зависимости у вас-то и нет. Ну, элемент какой-то, может быть, и есть, конечно, на зависимости. Но, как таковой, ее может и не быть. Дальше идем. Значит так. Я проявлял инициативу в общении с ними, но насильно мил не будешь. Плюс я, кстати, не хочу сама добиваться парня, потому что потом мне придется и дальше в отношениях быть у руля. Не хочу этого. Вы проявляли инициативу в общении с ними. Для чего? Так, насильно мил не будешь. Это откуда такая формулировка взялась у вас? Какое значение вы в нее вкладываете? Я все же не хочу добиваться парня. А чего вы хотите? Мне придется быть у руля в отношениях. Я не хочу этого. Опять же, а чего вы хотите? Почему я предполагаю это смакивать на историю с родителями? Такие же ухмылки, скептические реплики, иногда колкосты, саркастические и т.д. Ну, понимаешь я? Если есть колкости, если есть ухмылки, это еще не означает того факта, что это родители. Понимаете? Если такое у всех парней, с которыми вы взаимодействовали, вот прямо у всех такое, ну тогда да, это вероятно. Если только у этого, то нет. Тогда нет. Тогда нет. Вот. Так что ухмылок, ухмылок это мало. Этого мало. Для диагноза стоит именно история с родителями. Но! Но! Опять же, здесь вы как бы показываете снова свои знания в психологии. И у меня вопрос, откуда? Откуда у вас эти знания? Дальше. Значит. Так. Мне это вам не нравится эмоционально, а эмоционально его сцепляет. А в чем именно сцепляет? Сцепляет. В чем именно происходит, как бы, зацепление вас. При этом те, кому нравлюсь я, тоже с невротическими проблемами. Как и я на данный момент. Эмммм. Эммм. Вот. Понимаете? Да. Происходит обесценивание тех, кому нравитесь вы. Происходит, эммм, сразу вешание ярлыка, что у вас невротические проблемы. Хотя это нужно выявлять. Ну вот. Эммм. Отношения были предложительные, в том числе, но всегда ссоры, расставания и тогда. Эммм. Ссоры, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ вы увидели, что именно, как бы, стоит в основе ссор, вот, нужно, чтобы вы увидели, что именно двигает вами, именно вами двигает, значит, при формировании, значит, конфликтной-конфликтной ситуации. Вот. То есть, вот это очень важный момент. И необходимо понять также и то, что вы, значит, обесцениваете тех, кому нравитесь вы. Если вы обесцениваете тех, кому нравитесь вы, значит, вы обесцениваете себя. То есть, об этом нужно говорить, ага, так, что не у людей невротические проблемы, а я обесцениваю тех, я обесцениваю тех, кто, кому я нравлюсь. Вот так. Это совсем другой разговор, получается. Дальше, значит, так, брат всё рассказал, плюс ко всему, по натуре своей, я не совсем женственная девушка, немало, есть во мне мужской манеры поведения, работа, не работаю над этим, как, как работаете. Но без работы с психологом далеко не уйду, конечно. А я предлагаю вам исходить из того, что вы не хотите быть у руля, и не хотите самостоятельно добиваться мужчины. Я предлагаю вам исходить из того, от чего вы хотите. Вот. Плюс я предлагаю вам обрисовать идеал женщины, по вашему мнению. Тоже было бы неплохо. Я нравлюсь парням, которые как раз более тонкой душевной организации расписывались сильными мамами, которые тянулись всё на себе. Ну, я бы не сказал, что вы им нравитесь в таком случае, я бы сказал, что они просто видят в вас маму, это всё-таки немножко другое. Механизм этот повторяется раз за разом, но я хочу его изменить. То есть это вполне возможно. Да, это лучший вариант работы с психологом, да. Возможно ли проработать эту проблему, что я впадаю в эмоциональную зависимость от тех, кто не испытывает встречных чувств? Да, возможно, возможно. Но бабочки в животе и ватные ноги, это нормально. Это естественная реакция чувств, в которой вы, вероятно, себе подавляете. Меня пугаете, мне хочется всё просто идти добиваться человека. Ну, вот это да. Это, конечно, не совсем здорово, потому что вы делаете это для себя. Вот. Я рекомендую вам здесь подумать именно о том, вот зачем. То есть вот, вы добиваетесь человека, да. Для чего? Вы добиваетесь человека. С какой целью? То есть вы почему его хотите добиться? То есть это любовь, то вы хотите делать его счастливым. Но вы же хотите этого для себя? Вы же хотите всё просто идти и добиваться его? Вот. Значит, вам это нужно для чего-то. Понимаете? Вот. Поэтому я полагаю, я полагаю, что вот именно, именно выходом из ситуации является то, что вы увидите, чего вы хотите при потребности добиваться человека. Вот. Это важно. То есть от этого исходите. Чего вам хочется? Что вам хочется? Дальше. Значит, держу себя в руках. Именно потому, что догадываюсь, что если удастся, вряд ли будет счастье. Держите себя в руках отчасти правильно, что контролируете. Но, к сожалению, есть немножко и другая проблема, что желание от этого не реализуется лучше, не реализуется как-то, знаете, эффективнее. Желание эффективнее от этого не реализуется. И именно поэтому, именно потому, что они эффективнее не реализуются, ваши желания, вы сами не становитесь более свободны. Поэтому тут нужно не держать себя в руках в буквальном смысле слова. А здесь, скорее, нужно свои желания все же удовлетворять. И желательно самостоятельно. Потому что абсолютно все желания можно удовлетворить самостоятельно, в том числе и даже в сексе. Дальше идем. Так. Возможно ли изменить эту мучку и суть в себе, чтобы расслабиться и наслаждаться своей женской ролью? В жизни так хочется. Так хочется и, соответственно, увеличить вероятность отношений уже с мужчиной более мудистыми. Да, возможно. Возможно. Для этого необходимо отталкиваться от образа, соответственно, женщины и от того, что не дает вам расслабиться. Не дает расслабиться, скорее всего, родителей. Чтобы не быть и мамой, строить отношения от двух взрослых, зрелых личностей, где никто никому ни родителей, ни ребенка. Я окраина всех, конечно. Ну да, только в некоторой степени это идеально. Если вы хотите быть более мудистым мужчиной, то вполне вероятно, что где-то он будет для вас родителем, где-то вы будете родителем для него. Это нормально. Отношения двух взрослых личностей, это скорее, знаете, вот то, что у вас есть сейчас, то какая вы сейчас. И плюс соответствующий мужчина для вас. То есть просто такой же сильный, как вы, например. Дальше. Потому что мне некомфортно в этом же роли, я хочу быть девочкой, но как будто боюсь, выбираю защищаться и чувствую себя напряженно-напряженно. Ну, здесь мне кажется, что либо мама, либо отец подавляли вашу сексуальность, подавляли вашу женственность, подавляли вас как женщину. Вот, либо отец, либо мать, может быть и ты, и тот и другой. Вот. То есть мать по какой-то причине не научила вас быть женщиной, не показала, как быть женщиной. А отец, соответственно, не поддерживал вас это, не стимулировал, вот, и подавлял. То есть, что это, что это? Хотел ли он мальчика и пытался сделать из вас мальчика? Испытывал ли он к вам сексуальное желание и инстинктивно пытался подавить вас сексуально, чтобы не чувствовать влечение к вам, вот. С этим всем нужно разбираться, но в любом случае это всё исправляется, это всё корректируется, безусловно. Один из моментов я вам уже сказал, да, то есть это такой более поведенческий, более когнитивный момент. Но есть ещё, конечно, момент и так называемый бессознательный, есть момент подсознательный, вот, через который вы уже как бы из глубины, изнутри сможете разрешить себе быть женщиной. Потому что сейчас вы как бы это себе сами запретили. Вы запретили себе быть женщиной. И, соответственно, именно из-за того, что вы себе запретили быть женщиной, у вас их не получается, ну, с более мудественным мужчиной встречаться. Кстати, а кто это такой более мудественный мужчина? Что он из себя представляет, этот более мудественный мужчина, по вашему мнению? Кого вы видите рядом, рядом с собой? Дальше, значит, плюс, я хочу отношений. Для чего? Боюсь их при этом. Что есть ваш страх? Очень хочу научиться любить и уметь доверять, смотреть на многое проще, чтобы быть готовым к человеческим отношениям. Ну, нужно сначала любить себя и доверять себе, пока вы держите себя в руках и не позволяете своим чувствам реализовываться, не позволяете своим желаниям реализовываться, да, то есть держите их как бы в узде. Я полагаю, что вы не сможете доверять людям, потому что, еще раз, доверять людям можно только в том случае, если вы доверяете себе. Любить других людей можно только в том случае, если вы любите себя. По-другому невозможно. Поэтому, любовь к другим начинается с любви к себе. И вот, собственно говоря, то, что, то, с чего вам нужно начинать. Дальше, значит, уметь доверять. Ну, понятно, да, доверие, это личные границы и доверие самой себе. Вот. Смотреть на многое проще, чтобы быть готовым к человеческим отношениям. Ну, здесь тоже есть грань. Не сместиться в другой угол и не смотреть на все слишком просто. Сейчас, хоть и есть приятные эмоции от моего чувства к этому человеку, приятно общаться с ним, все же взаимной любви хочется больше. А для чего вам именно взаимная любовь? Зачем? Что она вам должна дать? Понимаете ли вы, что нельзя хотеть взаимной любви, потому что вам ее никто не гарантирует. Понимаете ли вы, что чем больше вы будете хотеть взаимной любви, тем дальше она, собственно говоря, будет от вас, эта самая взаимная любовь. Потому что, ну, еще раз повторяю, взаимная любовь это ваше желание, вы хотите. Но чем сильнее вы хотите, тем больше действий вы для этого предпринимаете. И чем сильнее вы этого хотите, тем сильнее именно осознанных, репродуктивных, типичных действий вы хотите. А любовь, она не принимает подобных моментов. Любовь, она принимает только стандартное, стандартное поведение, любовь, она принимает только, ну, искренние эмоции, искренние чувства. А когда вы говорите о том, что мне хочется взаимной любви, и я там, соответственно, что-то делаю, да, ну, например, вот, для этого, да, то нельзя говорить о том, что вы, как бы, создаете условия для того, чтобы взаимная любовь была. Да, к сожалению, опять же, к сожалению, потому что взаимная любовь может быть только когда искренние чувства, искренние эмоции, когда нет, нету потребностей, понимаете, нет потребностей, когда, вот. Так что, на мой взгляд, здесь тоже нужна определенная корректировка, вот. Человек, который любит себя, который доверяет себе, не нуждается в том, чтобы у него была взаимная любовь. Да, в ней нет ничего плохого, да, будет здорово, если она, если эта любовь будет, но человек не нуждается в том, чтобы, значит, значит, там, она обязательно была. Вы же в этом пока нуждается, и пока вы в этом нуждается, возможно, именно потому, что вам не хватает, не хватило родительской любви, любви, любви у вас, и будут проблемы. Но, еще раз повторю, все это, все это решается, все это корректируется. Дальше, эээ, так, эээ, главная цель мы выполняли, начинайте специалиста. Ну, в принципе, я полагаю, что на этом, эээ, можно закончить, соответственно, на этом, эээ, заканчиваете вы, эээ, свой текст, и на этом, собственно, я думаю, тоже можно закончить и при мне, ибо я вам, ээээ, все, как бы, по теме рассказал, как это видится мне. Ээээ, на этом, я обращаюсь с вами, эээ, я желаю вам всего доброго, я желаю вам найти, эээ, своего специалиста, эээ, вот, и поработать с ним. Я желаю удачи, если у вас остались, эээ, вопросы именно по моему, эээ, ну, по моему аудиоответу, пишите в личку, я буду рад помочь. Эээ, если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим, эээ, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.